Разминка, которая не только бодрит, но и очень мотивирует. Специальным гостем чемпионата ЦФУ по боксу, посвященного памяти мастера спорта СССР Федора Климова, стал Руслан Проводников. Его называют сибирским роки, а в душе он самый обычный хулиган из небольшого поселка Березово. В 2013 году он заслужил звание чемпиона мира. Сейчас Руслан поставил свою боксерскую карьеру на паузу. Для того, чтобы так искать всем здоровьем, нужно понимать, ради чего это делать. То есть, когда ты голодный, когда семья у тебя голодная, ты не задаешься вопросом, зачем ты это делаешь, зачем ты выходишь в ринге и так рискуешь своим здоровьем. Когда ты уже сыт, и семья твоя сыта, ты уже не... Скажу просто, я просто не готов умирать, выходя в ринге, я не готов умирать. Поэтому вот решил для себя, пока точку официально не поставил, но взял паузу. Впрочем, оппонент, с которым у Руслана осталось недосказанное, все же есть. Хотелось бы выйти еще раз с Тимоти Брэдли. Я бы, наверное, ради этого боя готов бросить все, оставить все, просто взять свою тренировщую сумку и рвануть даже бесплатно. Выйти просто лишь бы, потому что, мне кажется, в этом бою очень много недосказанного осталось. Еще никто не поставил. Поэтому я бы, конечно, очень ждал этого момента. И когда услышал, что Тимоти Брэдли официально заявил о том, что он заканчивает карьеру и повесил перчатки, мне стало как-то грустно. В конце каждого пути лежит начало нового пути, поясняет боксер. Приходит время, когда что-то нужно отдавать, не жалея себя, как и на ринге. Перелеты и ранние подъемы. Услан-проводников очень много ездит по стране. Делится опытом с начинающими спортсменами. А кому отдавать, как ни своим землякам, ни детям. Поэтому я остаюсь жить там, где я родился, где я вырос, в своем поселке Березове. Лучше месте на земле. Это лучше место. И хочу что-то сделать, оставить себя полезно именно в этом поселке. Потому что, когда ты на гребне успеха, взять и уехать туда, где уже хорошо, это легко. И жить для себя. И любить родину, там лежа на Калифорнийском пляже. А вот остаться там, где ты родился и вырос, и переносить все тяготы и трудности со своими земляками. Вот это, наверное, самое дорогое. Всем, кто готов биться до последнего, чемпион приготовил подарки. Например, тому, кто подтянется на турнике больше, чем он, футболка на память. Такие встречи дают возможность, дают мотивацию. Дают мотивацию на победы, дают силы в спорте. Именно тем, что Руслан своим примером показывает нам, как нужно боксировать. Как нужно относиться к людям. Как он остается человеком в таких ситуациях. Он не зазвездился, ничего такого с ним не произошло после его ярких побед. Его не сломали. И он нам подает такой пример. Бокс – это такой вид спорта, в котором по части фаворит может проиграть одним ударом аутсайдеру. То есть бокс – это такой вид спорта. Его даже оценивают как социальный лифт. То есть любой пацан, как Руслан живет, Березово, это городочек, поселок даже маленький, может стать мегазвездой не российского уровня, а мирового уровня. Так что шанс есть у всех. А еще Руслан Проводников личным примером готов доказывать, что боксеры – глубокие и интеллектуальные люди. Сам он любит стихи. Ушел до жизни хулиган Шапшин, ушел до жизни хулиган Высоцкут. Они ушли туда, взяли на себя все боли наши, раны. Горит на ней не новая звезда. Ее зажгли, конечно, хулиган. Зарядка с чемпионом заняла меньше часа. Но воспоминания от этой встречи у ребят останутся надолго. Ведь когда звезда так близко, может и до небосклона совсем недалеко. Дорогие друзья, мы только что в городе Ивановск, боксеры со спортсменами провели зарядочек, провели утро с чемпионом и хотим бросить вызов городу! Город! Владимир, вы, кстати, выиграли и отвечать на него выиграли все! Всем удачи! Елена Белова, Анатолий Логинов, РТВ Иванова.